Коридор затмений с 14 по 28 октября 2023 года. Как повлияет на все знаки зодиака? Сейчас будем разбираться на студии уже Татьяна Слабкова, педагог-психолог и таролог. Доброе утро! Доброе утро, уважаемые ведущие и дорогие телезрители. Коридор затмений. Звучит страшно. На самом деле это так страшно или нет? Вы знаете, да, очень часто, не пугают, а так говорят, что темное время наступает. Объясню, почему темное. Потому что у нас планеты встают, закрывая друг друга Солнце, Луна и затем Земля. И поэтому такое теневое пространство на нашу Землю падает. Чем же она еще темная? То, что могут проснуться какие-то негативные эмоции у человека. То есть могут активизироваться какие-то страхи, какие-то фобии, какие-то вредные привычки. Совет по коридору затмения. Ни в коем случае не якорить вот эти вот эмоции. Это что значит? Ну то есть не уделять им очень много внимания. То есть отключаться, да. Отключаться, больше транслировать свою жизнь, свое пространство благих вибраций. Больше любви, больше добра, больше сострадания. Также избегать конфликтов, избегать ссор. Кстати, меньше носим темные одежды, больше яркости впускаем в жизнь. Также смотрим на знаки. Вот в этот период коридор затмения к нам могут приходить в наше пространство очень много подсказок. Это от Вселенной. Это читаем газеты, это смотрим телевидение, это вещи и сны. То есть такой спектр очень большой. Нужно просто быть внимательными. Еще также коридор затмения мы можем с вами прощаться с кем-либо, с чем-либо. То есть что-то, если вас тяготило, если это уже отживает у вас, да, оно может уходить, а могут приходить новые люди, причем судьбоносные, которые вам могут как-то вот прям пиночек такой дать в какой-то сфере вам как-то помочь. Также в отношениях, если происходит знакомство в коридор затмения, оно будет такое прям, должно быть очень классное. Ну, наоборот, классное, я думаю, что затмение. Да, очень, нет, будет классное, да, классное. Классное то, что уходит, что-то старое, например, можете менять работу, да, вот если она вас тяготила, либо отношения уже были деструктивного характера, их убираем и вот открываемся миру затмения. И, кстати, цели, цели, задачи, и жгем белые свечи больше. Именно белые, это важно. Именно белые, да. И еще, смотрите, я принесла в студию два камня. Отразить, да, вот как вот громоотводом может быть вот в этот такой, ну, так скажем, сложный период, да. Это, например, темные камни, это как обсидиан, как лабрадор, как черный шерл, то есть вы можете вот такие кристаллики, камушки носить с собой в кармашке, либо браслеты, если есть браслеты, вот у меня их много, я занимаюсь браслетами, и вот я их ношу в этот период. Именно черный должен быть браслет. Темненький, да. Но также, посмотрите, можно еще горный хрусталь использовать. У меня тоже горный хрусталь, посмотрите, вот тут я надела. Красиво. То есть чем больше браслетов, в принципе, тем лучше защита. Нет, горный хрусталь, он для чего? Он нам поможет рассеять какой-то негатив, какую-то там неприятную ситуацию, например, ту же ссору, да, как-то смягчить на работе, либо в каких-то отношениях. То есть также кристаллик положили в кармашек, либо в сумочку и носим. Но желательно ближе к себе. Чтобы к телу было. Да, как было к телу. Да, вот кармашки поносили две недели и выложили, пусть он дома спокойненько лежит и живет у вас. Затмение будет с 14 по 28, то есть это всего две недели, которые нам предстоит пережить. Это не всего две недели, мы помним, что Орбис три дня до затмения и три дня после. То есть, ну вот, окончательно затмение закончится где-то 2 ноября. 1-2 ноября лунное затмение уже уйдет. В общем, от всего негативного избавляемся, свою жизнь. Да, а впускаем больше позитива, больше гармонии, больше баланса. То есть, вот эти вот все страхи, ужасы, меньше смотрим ужастиков вообще, больше... Больше программы «Новое утро». Да, больше программы, правильно. Больше гуляем, наслаждаемся, то есть больше вот впускаем, медитируем, читаем спокойные, приятные книги. То есть, прям вот очень спокойно себя ведем в этот период и все будет хорошо. Татьяна, ну вы помимо камней принесли еще и колоду карт, а вы без нее вообще не выходите, наверное. Всегда с собой берете. Выхожу, конечно, но к вам, конечно, я с колодой карт. С какой целью? Мы сегодня сделаем какой-то общий прогноз для всех знаков зодиака. Нет, не для знаков зодиака. Мы сегодня решили вытянуть три карты. Я вытяну три карты. Вот, вы, дорогие телеведущие, дорогие телезрители, вы расслабьтесь, да, отключитесь. Постарайтесь ни о чем не думать. Руки, ноги, пожалуйста, не скрещивайте. Я вытягиваю три карты, а вы интуитивно выберите одну понравившуюся. Одну из трех надо выбрать. Да, одну из трех. Вот смотрите, с вопросом вытягиваю карты, с таким, что что принесет вам солнечное затмение? Будем разбирать солнечное, потому что пока у нас вот доминирует солнечное затмение. Итак, что нам принесет солнечное затмение? Первая у нас карта. Что нам принесет солнечное затмение? Вторая карта. И что нам принесет солнечное затмение? Третья карта. Вот, пожалуйста, еще раз, да? Расслабьтесь. Лера, я выбираю? Можете вы выбирать, а потом я все озвучу. И, конечно же, наши телезрители тоже, пожалуйста, выбирайте. Три карты перед вами. От меня зависит судьба солнечного затмения. Но я за вот этот, за троечку. За троечку. Так, давайте начнем, да? Кто выбрал тоже третий вариант, что вам несет солнечное затмение? Смотрите, карта такая не совсем радужная. Кто-то, да, плачет девушка. Я не хочу. Мечи какие-то. Мы сейчас разберемся, не переживайте. Посмотрите, это девятка мечей. Это страхи. То есть страхи, сомнения, неуверенность. Даже может быть занижена самооценка в какой-то сфере. Вот. Нужно подумать, разобраться, где у вас что страдает, да? Ну, страдает в кавычках. И как-то от этого уходить. Здесь могут проходить болезни, психосоматика, головные боли, мигрени. То есть можете, знаете... Это я ипохондрик. По этой карте много себе накручивать. На самом деле этого в жизни нет. Но вот вы сидите, вы полностью в стагнации. Во-первых, вы не двигаетесь, ничего не решаете. Вот ждете маны небесной. Так не бывает. Тем более в солнечном затмении оставим цель и идем. Давайте посмотрим, с какой сферой может быть связана девятка мечей. Кто выбрал третий вариант. Ну, у меня есть предположение. Смотрим. Смотрите, мои хорошие. С здоровьем. С каким-то ростом, с каким-то развитием. И также здесь может проходить взаимоотношение с мамой, с бабушкой. Ну, с какой-то женщиной, которая старше вас. Вот она может как-то вот на вас влиять не совсем так положительно. Либо вы сами так думаете, что она на вас так влияет. На самом деле, скорее всего, она к вам хорошо относится. Давайте спросим совет, как нужно вести себя тем, кто выбрал третий вариант. Совет разберем. Все три карты надо будет открыть теперь. Смотрите, быть открытыми. Быть открытыми, быть на позитиве, думать позитивно. Это Паш Кубков. А у него, посмотрите, в кубке золотая рыбка. Желание исполнится, все будет хорошо. Главное, вот не глобальте. Сами себе много напридумали. И прям как-то вот в этот мир опустились, и живете вот в этих думках. Это нужно все отпустить. И тогда вот придет исполнитель ваших желаний. Ну, всю жизнь моя рассказала. Я выбираю вторую карту. Вторую. Давайте посмотрим, что унесет солнечное затмение для второй карты. Посмотрите, это шут. Это новое начало. Новый старт, новое какое-то движение. Это какой-то творческий подъем, возможно. Это легкая карта. Я не могу сказать, что совсем такая прям серьезная, прям какой-то глобальная. Нет. Легкая, по лайту. Что-то будете начинать, куда-то двигаться. Это, в общем, такое хорошее, хорошее, позитивное начало. Класс. Так, а что тех, кто выбрал первую? Первый вариант. Солнечное затмение. Да, ждет дьявол мои золотые. Ждет. Да, такая, знаете, достаточно серьезная карта. Разберу поначалу положительные ее качества. Скорее всего, солнце, вам солнечное затмение подарит яркость, харизму, активность. Вы будете привлекать внимание, да, как-то вот где-то выступать, может быть, заявлять о себе. А также могут прийти деньги, но они единожды приходят. И деньгами по дьяволу быть аккуратными. Вот, потому что дьявол, посмотрите, здесь люди в цепях, они немного жертвены. Да, то есть они, их дьявол за что-то зацепил. И они вот зависят от него. Здесь могут активизироваться ваши зависимости, как вредные привычки, прям вот активизироваться, исключайте это. Ну и зависимости также в лекарствах, в шоппинге, в еде и так далее. Давайте спросим, не отпущу первый вариант. Про первую карту, про какой вопрос мы зададим. А как нужно вести себя людям, кто выбрал первый вариант, чтобы все-таки вот уходить, избегать вот этих вот дьявольских энергий. Давайте узнаем. Давайте посмотрим. Смотрите, больше эмоций, больше позитивных эмоций. То есть не уходите на какой-то нижний такой-то, скажем, да, вот астрал. Меньше думайте о плохом, меньше думайте о зависимостях, убирайте весь негатив, больше света. Посмотрите, это грааль, да, это чаша, туз кубков, голубь, то есть все будет хорошо. Меньше вот каких-то таких вот негативного характера привязок. И тогда будет все хорошо. Давайте еще одну карту быстренько. Что будет, если послушают совета? Второй, первый вариант. И будет перед вами много целей. Много целей. Будете стараться все успевать, все делать. Кстати, эта карта тоже про зависимость. Вот, будьте аккуратны. Все-таки вот первый вариант, когда зависимость преследует, убирайте зависимости. Прямо проанализируйте свою жизнь. Где что, от чего, от кого зависите. И, скорее всего, вот это нужно убрать. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была Татьяна Слабкова, педагог, психолог и таролог. Вместе с ней поговорили про коридор затмений в этом году.